Здравствуйте, дорогие мои телезрители, мои любимые на телеканале Афонтова и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Очень рада сегодня видеть вас, и я надеюсь, вы меня тоже, и сосредоточьтесь. Сегодня очень важная тема. Сегодня мы будем говорить о том, кто помогает нашим растениям, а кто делает их жизнь невыносимой. Иногда это мы сами, а иногда это, естественно, какая-то патогенная флора. Вот об этом пойдет разговор. Я уже неоднократно вас ругала и собираюсь продолжить эту тему, что вы садите помидоры по помидорам, капусту по капусте, картошку по картошке, десятилетиями, не задумываясь о том, что каждый раз вы накапливаете в ваших теплицах болезней все больше и больше. Вам что, трудно поменять помидоры с огурцами? О, я слышу эту старую песню, а у нас одна теплица, а коммунальная квартира в теплице недопустима. Значит так, вы должны понимать, что там, где росли помидоры в теплице, будут расти тепличные огурцы. Короткоплодные, вкусные, сладкие, но тепличные. Это теплица. Там, где росли огурцы, а у вас это пырники, значит там все лето будут расти помидоры. И на грунте тоже. Вы просто поменяете, да, картиночку. Это называется рокировка. У вас вместо тепличных томатов будут расти те, которые, ну, метр высотой. Они тоже дадут хороший урожай. Но севооборот-то надо соблюдать, иначе вы задохнетесь от болезней, а у вас их каждый год больше. А в связи с болезнями растения начинают быть дохлыми, чахлыми, на них еще и вредители нападают. И в итоге вы останетесь вообще без урожаев. Услышьте меня, пожалуйста. Но у нас есть помощники. И вот об одном из них я хочу рассказать. Как вы уже заметили, вот здесь вот лежит зеленая пачка, и на ней написано волшебное слово. Микориза. Что ж это такое-то? Вот вы видите это все в магазинах? Не подойдете, не почитаете. А совершенно зря. Микориза, это, знаете, это такая, вот для рассада написано, кстати сказать. Это такая штука, которая добавляется в почву и проливается водой. А что это само по себе? А это вещество, которое определяет взаимовыгодное существование, не соврать бы, между клетками растения и непатогенными, то есть не вызывающими заболеваниями, грибами. Но грибы есть разные. Вот шляпочные грибы, которые растут на поверхности, они тоже образуют микоризу, но очень близко как бы под поверхностью. И они, у них симбиоз защита и кормление, и как бы это вам сказать, и паение даже. Они все будут добывать для растений, но у них, у шляпочных грибов, это происходит с древесными растениями, в основном с деревьями и кустарниками. А вот та непатогенная, непатогенные грибы, которые живут под землей, именно они в симбиозе с растениями, у которых тканевые живые клетки, зеленые, мягкие, то есть. То есть это корни наших растений, огородных в основном, цветов в основном. Так вот такой вот порошок, и я вас заставлю зайти в магазин и прочитать, что здесь написано, и выучить инструкцию. Это именно то, что будет растению в огромное благо. Вы должны понимать, что внося в почву вообще микориза, переводится как гриб-корень. Понимаете, да? Гриб с корнем, у них полный симбиоз. Если туда попал такой гриб, а вы уже знакомы с микоризой. Я когда вам рассказывала про глиоклодин, я вам говорила, что вот глиоклодин, это подземный гриб, да, вытяжка из подземного гриба. Она, защищая растения, кормит помидор этот, поет его, и еще, собираясь в такую штуку, входит в ствол помидора. И при необходимости, да будет для него все, убьет всю патогенную флору, которая не нужна этому растению. Вы понимаете, что это такое? А вы все делаете, как вам бабушка велела. Ваша бабушка была мудрее вас, и она так не делала точно. Она уж точно знала, что помидоры с огурцами местами менять надо. Значит, хочу сказать, что подземные грибы, которые существуют, вот, не патогенные, у них симбиоз, то есть полное понимание со всеми видами растений. И ваша задача не только, ну, знать это, понимать это, вот, триходермин, да, как он там правильно называется, трихофит, триховит, правильно, это тоже, вот, эти препараты, которые состоят из непатогенных подземных грибов, они прекрасно работают, вносятся в лунку, Господи, Боже мой, элементарно поливается водой. Нельзя делать в запас раствор, нельзя, и нельзя, если вы вносите микоризу, нельзя пользоваться фунгицидами. А фунгициды, знакомые вам названия, Максим, Скор, Хорус, ну, и так далее, их достаточно много, Квадрис, вы их встречали даже у себя, там, в аптечках садово, поэтому, если пользуетесь подобным, защищаете вот этим, да, тогда отменяем вот ту, как бы, да, химию, хотя она там щадящая, но тем не менее, тогда вы просто уничтожите микоризу. Выбирая все-таки средства защиты для растений, да, даже если вы там уже с ума сошли и 15 лет помидоры саете в своей теплице, ну, вы, пожалуйста, воспользуйтесь подобным, но только для блага, никакого вреда растению, кроме пользы, микориза не принесет. Я это делаю заранее, до того, как наступит дачный сезон, до того, как вы побежите все это высаживать. Вот на этой пачке есть подробнейшая инструкция, как это сделать правильно, но напрягитесь, купите одну пачку и прочитайте, и вам понравится. Ай, как понравится вашим растениям-то! Всего вам доброго и до свидания!